Сейчас все начнет осыпаться Очень неплохо Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий StepWolf И канал На Страхе Ребята снимают очень интересные видео Которые посвящены различным ночевкам, экстремальным походам А еще ребята были в настоящем морге Вот я, например, мечтаю там побывать Не в качестве пациента, конечно А в качестве посетителя Но пока еще не доводилось Но сейчас у нас пойдет рассказ немножечко о другом месте Мы приехали в подмосковные каменоломни В очередной раз Но эти каменоломни немножечко отличаются от того, что до сих пор я показывал на своем канале Того, что видели вы, дорогие зрители Эти каменоломни Прежде всего интересны своими масштабами И масштабами не протяженностью выработок Протяженность там не очень большая А именно размерами самих штреков И отлично сохранившимися крепями Сейчас мы отправимся вниз И покажем вам эту красоту Но для того, чтобы спуститься в сами каменоломни Придется использовать веревку Поскольку вход туда практически вертикальный И это не подмосковные сьяны Или еще какие-нибудь популярные каменоломни Здесь трафик минимальный Поэтому здесь вход не облагорожен И придется сейчас спускаться нам по веревке Правда без снаряжения Просто использовать веревку как перила И вот в такую дыру приходится спускаться Ну, что там? Тут все А? Вот все с козьей Сейчас все начнет осыпаться Очень неплохо А я спущусь ниже Может веревку скинуть? Смотри, не на рюкзак Сейчас ее Ух ты И спустившись вниз Через вот то самое очко Которое вы видели до этого Мы оказываемся в центральном штреке Через который когда-то Когда здесь добывали известняк Выкатывали породу на белый свет На улицу Этот штрек выходил непосредственно к реке По которой и доставлялась добытая порода К потребителю уже Но сейчас в результате оползней Этот штрек выход Этой штольни Обрушился И осталось только вот То самое очко Через которое мы спустились И помимо обвала опасности Этих каменоломен То что здесь обрушается порода Еще стоит обратить внимание Что здесь навалены крепи Повсеместно То есть те крепи Которые остались стоять Они в любой момент Тоже могут нарушиться Стоит немного рассказать О месте в котором мы находимся Близлежащие южно-юго-восточные окраины Москвы Можно сказать изрыты каменолом Там находится и пятерка крупнейших подмосковных систем Таких как Сьяны, Никиты, Силикат и Киселин По западному же направлению Картинские каменоломни или Партизанка Это единственная система И отстоит она на приличном отдалении от столицы Характерной особенностью для почти всех каменоломен Является их расположение возле река И данный случай тоже не является исключением Вход в Партизанку Всего в паре десятков метров от Москвы реки Не так далеко от ее истока Протяженность доступных выработок не слишком большая Система является очень обвалоопасной Поэтому значительная часть штреков Недоступна или труднодоступна из-за образовавшихся завалов Причем такая же ситуация была и во времена Когда в ней велись разработки Это хорошо видно в местах Где в штреках, имеющих примерно одинаковую высоту Внезапно встречаются участки Где высота потолка значительно увеличивается И своды ее в таких местах поддерживают крепи Установленные еще при разработке каменолом К слову, это, пожалуй, единственная система В Московской области С почти повсеместно сохранившимися деревянными крепиями Фауну мы здесь пока не встретили Но местная флора нас уже встречает Такой симпатичный мухоморчик И обильно-обильно растущая плесень Не часто можно встретить такие узоры плесени Живописные Ну а мы отправляемся сейчас вглубь системы Здесь обильный завал из сгнивших крепий А вот это, скорее всего, справа блок выработки То есть вот здесь как раз извлекали таким образом камень И отсюда вывозили на поверхность А вот там очень интересное приспособление Сейчас я приближусь немножечко Вот интересная металлическая конструкция Вполне возможно, что она оказалась здесь Уже в наше время Но, с другой стороны, сомнительно Кто и зачем ее сюда притащил Если следовать логике То вот эта конструкция здесь Должна была остаться С времен разработки этих каменоломий Эта система достаточно обвалоопасная И вот это вот наглядная иллюстрация Того, о чем я говорил То есть здесь просто верхний пласт рухнул И рассыпался на более мелкие куски породы По мере продвижения вглубь каменоломни Заметили штрек, где достаточно хорошо сохранились крепи Практически на всем протяжении Но ходить под ними не очень приятно Да, вот обвальный участок И что делать? Мы, в принципе, наверное, попробуем пройти вперед Он, кстати, хорошо видно, как кусок породы просто висит И ждет моей головы Да, и ждет, когда он на кого-нибудь грохнется Пойду попробую Сейчас я Я думаю, что можно Только стараться не задевать крепи Сейчас мы увидим полость Достаточно просторную Образовавшуюся в результате обвала породы И вон какой нехилый кусочек Тоже висит И ждет своего часа обвалиться Вот сюда посмотри Вот это вот все Да И под этим всем мы шли И плюс грунтовые воды, конечно, делают свое дело А там, что интересно, слева Была еще одна штольня, судя по крепим Которая уходила как раз в сторону реки Приходится преодолевать вот такие вот участки Овальные И конечно же, грунтовые воды делают свое дело Вот здесь вот, где наиболее интенсивен водокат В таких местах и происходит обрушение породы Тут все еще держат Тут да, тут крепи живы Интересная конструкция А тут, кстати, вот эта вот интересная конструкция Это обрушение породы произошло еще когда велись разработки И здесь специально вот таким срубом по типу колодца Укрепили обрушившуюся часть потолка Предлагаю пойти налево И вот та самая часть с высокими потолками Здесь, кстати, можно будет посидеть, почаевничать Вот такие вот масштабы встречаются в этих каменоломнях Здесь потолки более трех метров Три с половиной, наверное, метра, возможно И это не единственная часть, где такие высокие потолки в этой системе И судя по крепим, которые поддерживают этот потолок Вот это место, оно имело такие размеры И в те времена, когда каменоломни были рабочими Ну а мы решили остановиться на привал Как раз в этом самом гроте И немножечко почаевничать Всем приятного аппетита Мы пришли к очередному тупику Где когда-то шла выработка Вот здесь она заканчивалась То есть вот в этом месте разрабатывали породу И видно вот здесь вот в земле Снизу отколотый кусок камня То есть вот такими блоками этот камень отбивали И вывозили уже из каменоломен на поверхность Система, как я уже сказал Не пользуется популярностью у любителей подземных пьянок Возможно из-за своей отдаленности И это очень положительно сказалось на ее сохранности Внутри отсутствует мусор И почти нет наскальной живописи Оставляемой в других подобных местах Хомоалканавтичес Ходить здесь, конечно, по вот этим вот каменоломням Крайне неудобно Помимо всего прочего Здесь еще очень скользкие натеки из глины И вот этот вот штрек Имеет весьма приличную высоту Но, видимо, уже из-за обвалившейся породы Потому что большинство крепий Не достают просто до потолка Мы отправляемся сейчас на выброску Давай Пошел Так, ну и все Нет, наверное, я рюкзачок тоже оставляю Оставляй Так Угу Ну вот, на этом наше небольшое приключение на сегодня закончилось И мы сейчас отправляемся по домам Но хочу сказать пару слов, что система, хоть она и достаточно небольшая Очень понравилось, очень атмосферное место На этом я с вами прощаюсь Дорогие друзья, не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали Ну и ставьте лайки Всем пока и всего вам самого наилучшего